Церковь и молодежь. Это взаимодействие было актуально во все времена и всегда вызывало множество вопросов и дискуссий. Представители православной молодежи Смоленщины собрались у подножья главного храма епархии, чтобы обсудить вопрос создания епархиального молодежного совета. Рассказывают наши коллеги из телестудии Святой Меркурий. Собрание прошло на открытом воздухе в одном из красивейших мест Смоленска. Смотровой площадки у стен Свято-Успенского кафедрального собора, откуда открывается прекрасный вид на город и его окрестности. Молодые люди из Смоленска и области смогли в непринужденной обстановке пообщаться с архипастрем, священнослужителями епархии и молодежными политиками, а также познакомиться друг с другом. Одной из главных тем встречи стало создание молодежного совета при Смоленской епархии. Когда на подобном форуме встречается молодежь, говорят, мы хотим, мы вот такие, мы придерживаемся вот таких-то жизненных, какие-то политических позиций, да, а дальше уже обрисовываются конкретные дорожки, вырабатывается план действий. Объединение, в которое войдут молодые православные христиане из разных благочиней, создается по благословению епископа Исидора. Совет объединяет верующих людей с активной жизненной позицией в возрасте от 18 до 35 лет. Обсуждалось также создание православного молодежного центра, в котором люди будут общаться, обмениваться идеями и опытом творчества. Здесь каждый сможет выбрать себе занятие по душе. В здании расположатся фото- и киностудии, студия для работы с компьютерной графикой и другие творческие мастерские. Совместная работа, встречи, фотовыставки и кинопоказы – все это позволит юношеству расширить кругозор, глубже узнать мир церкви, познакомиться с единомышленниками и приобрести новых друзей. Как раз здесь эта работа, которая, если дай Бог, чтобы все будет хорошо, она будет проводиться. Она поможет тому, чтобы опыт, накопленный одним поколением молодежных до активных прихожан в рамках благочинения, он передавался следующим. Вот эту спочку мы все вместе работали в одной системе, в той ситуации, как видит Святейший Патриарх, Священный Сенот и правящий архиерея Смоленской партии. По словам Иерея Георгия, будущий Центр поможет молодым людям познакомиться с историей церкви и показать красоту ее мира и с точки зрения культуры, и с точки зрения духовности. Зачастую молодой человек находится в рамках стереотипов, определенных стереотипов, которые создаются современными масс-медиа. Человеку нужно окунуться в ту реальную жизнь церкви. Прийти в реальную жизнь церкви можно в том числе и через те интересы, которые у человека есть. Мы хотим помочь, с одной стороны, развить эти интересы, с другой стороны, познакомить человека с миром церкви. Построить здание молодежного центра планируется уже в ближайшие два года. Однако это один из проектов, ориентированных на перспективу. А в ближайшее время молодые люди, объединенные верой, примут участие в праздновании Дня памяти святого благоверного князя Владимира. В торжествах в честь Смоленской иконы Божьей Матери Адигитрии побывают в молодежном православном лагере. Помогут ученым при раскопках на Борисоглебском поле у разрушенного монастыря, где сейчас начинается археологическая работа. Очень много молодых людей на территории области, верующих молодых людей, которые помнят свою историю, чтят ее. И мы понимаем, что наша православная вера является своеобразным фундаментом нашей российской государственности. И здесь, конечно, инициатива создания молодежного движения, православной молодежи Смоленщины, это, наверное, своевременно и важно для работы на территории области. Для общения молодых жителей региона, участвующих в жизни церкви, недавно создана группа в социальной сети ВКонтакте. Аудитория группы православной молодежи Смоленщины с каждым днем увеличивается.